Халло. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Особенно новые гости. Я очень рад, что вы здесь, и вы очень смелые, потому что мы находимся посередине одной из самых сложных книг в буддизме. Это как вы попадаете на чемпионат мира, и они вас просят сыграть. Но мои китайские друзья сказали мне, что первая роль учителя — это полностью запутать студентов. Тогда они думают, о, это так глубоко. О, мне нужно еще раз прийти. Может быть, во второй раз я хоть что-то пойму. Мы обычно делаем особую молитву перед учениями. Мы держим особым образом руки. Если вы не знаете, как это делать, даже не пытайтесь. Может, пальцы застрянут. Так что можете просто вот так, раскрытые ладони. И значение этой молитвы, которую мы читаем на тибетском языке, это я предлагаю идеальный мир в качестве цены за это учение. Идеальный мир. Без войны, без болезней, без смерти, без старения — это цена за это учение. Это то, что вы должны заплатить за это учение. Это древняя традиция, которая 2500 лет. За это учение я предлагаю целый мир, идеальный мир. Название на санскрите — «Мандала». Когда вы говорите «Уна-мунда», это происходит от слова «мандала». Анатоль, готов? Анатоль, готов? Анатоль, готов? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 «О, я погружусь в эту темноту». Предполагается, что пустота сделает вас успешными. Мой лама проводил экзамен для меня. Он говорит, «Ты изучал пустоту много лет. А теперь я проведу финальный экзамен с тобой». Я говорю, «В чем состоит экзамен?» Он говорит, «Езжай в Нью-Йорк и начни бизнес». И проверь, сможешь ли ты использовать пустоту для бизнеса. Если бизнес будет успешным, ты понял пустоту. Если бизнес будет неуспешным, то ты провалил свой экзамен. Поэтому, если вы понимаете пустоту правильным образом, это делает ваш бизнес успешным. Вы становитесь финансово независимыми, можете делать все, что угодно. У вас будет прекрасный брак, прекрасные отношения с бизнес-партнерами, с вашими сотрудниками. Вы будете здоровыми, будете ощущать энергию. Мне 65, я занимаюсь балетом. Ваш ум будет умиротворенным. Все будет хорошо. Если вы действительно поймете пустоту. Мой учитель провел со мной этот тест. Я ему говорю, «Я не хочу ехать в Нью-Йорк». Я себя хорошо ощущаю в монастыре. На самом деле, Нью-Йорк – это вообще последнее место, куда я хотел бы попасть. Он говорит, «Ты должен работать в Нью-Йорке, начать бизнес в Нью-Йорке, и будешь жить в Нью-Джерси». А я жил в Калифорнии, каждый день занимался серфингом. И я говорю, «Я не хочу уехать в Нью-Джерси». У Нью-Джерси есть прозвище. Это подмышка Америки. Это то, где они создают бензин. И весь этот штат пахнет очень плохо. Он говорит, «Ты должен основать бизнес в Нью-Йорке, а жить будешь в Нью-Джерси». Это экзамен по пустоте. И в течение шести месяцев я не хотел, не ехал. А в буддизме нельзя, не разрешается говорить своему ламе «нет». Но я научился разговаривать с ламой. Теперь Карма возвращается ко мне. Все мои студенты говорят мне то же самое. Он говорит, «Ты получил работу в Нью-Йорке уже?» Ну, почти, почти получил работу. Очень скоро, очень скоро. Шесть месяцев, семь месяцев. И, наконец, у меня уже не было выбора, и мне нужно было начать бизнес. Я не люблю бизнес. Я не хочу заниматься бизнесом. Я спросил его, какой бизнес мне начать. Он говорит, «Алмазный бизнес». Я говорю, «Что, кровавые алмазы? Это же самый грязный бизнес». Он говорит, «Иди». Никаких больше, не задерживая время. Я использовал пустоту в своем бизнесе. Мы основали бизнес вместе с тремя людьми. И мы начали с трех алмазов. И мы использовали пустоту. С утру сердца. И позже мы уже обрабатывали 300 тысяч алмазов в день. Это самая большая алмазная компания в мире. И Уоррен Баффетт купил компанию. Есть между Уорреном Баффеттом и Карлосом Салимом. Они борются друг с другом. Кто из них номер один? И этот человек купил нашу компанию. За 250 миллионов долларов. Так что пустота работает. И я прошел экзамен. И то, что я хочу рассказать вам сегодня, это именно о пустоте. Это древняя книга, которой две тысячи лет. Но вы можете ее использовать для всего. Если у вас проблемы в браке, можете использовать в браке. И у вас будут прекрасные отношения. Я выступал на одном бизнес-семинаре в Китае. 150 больших бизнесменов из Гуанчжоу. Это серьезные ребята. Каждый из них... Один из них зарабатывает 3 миллиарда долларов за 3 месяца. 3 миллиарда американских долларов за 3 месяца. И они все вот такие. Суровые ребята. Серьезные. В течение двух дней, мне нужно было рассказывать им, обучать их о том, как использовать пустоту в бизнесе. На второй день, я говорю, есть у кого-то вопросы? Одна женщина поднимает руку. Я говорю, да, какой вопрос? Она говорит, мне вообще-то не нужно приходить на ваш семинар. Я говорю, так зачем же вы пришли? Я пришла, чтобы задать вам вопрос. Какой вопрос? Вы рассказываете о том, как использовать пустоту для успеха в бизнесе. Но можно ли использовать пустоту, чтобы починить мужа? Я говорю... В самом деле, я думаю, по-моему, в монастыре они меня этому не обучали. Но я говорю, а что, ваш муж поломался? Она говорит, да. В чем проблема? Мы женаты 30 лет. В Китае жена должна готовить. Я это принимаю. Это традиция, которой 5 тысяч лет в Китае. Жена должна готовить ужин. Я это понимаю. И я не жалуюсь. Дан шит. Дан шит. Дан шит. Что это означает? Но. Перо. Означает «но». Перо на испанский язык. Но он ни одного раза не помыл пустоту. За 30 лет. Это около 10 тысяч дней, да? 10 тысяч дней. Он ни один раз не помыл посуду. Могу ли я использовать пустоту, чтобы заставить мужа мыть посуду? Я говорю, ну хорошо, давай, давайте, я вас обучу, давайте поработаем вместе над этим. Я дал ей одно предложение, как это сделать, основываясь на пустоте. Через год возвращаюсь. Она говорит, приглашает меня на ужин в свой дом. Я говорю, хорошо. Ее дом огромный, как белый дом. Стол огромный. В Шенчжене я видел один стол за 5 миллионов долларов. И на столе лежит маленький колокольчик. Она говорит, садитесь, Гешла, садитесь. Я говорю, в чем дело? Она говорит, я вам покажу силу пустоты. Я говорю, хорошо. Она поднимает колокольчик. Звонит. Открывается дверь на кухню. Выходит муж. Одет в женский фартук. Да, дорогая. Ужин готов уже? Нет, еще я извиняюсь. Почти готов. И уходит на кухню. И она так вот мне говорит, круто. Я говорю, что произошло? Она говорит, ну вы же меня обучили, что делать. Я использовала пустоту. Я использовала много пустоты. Сначала он мыл посуду. Начал мыть посуду. Потом я подумала, зачем мне на этом установить? Зачем мне на этом устанавливаться? Давай заставим его еще и готовить. Тут пришлось много пустоты использовать. Ну, после этого он теперь готовит достаточно хорошо. И все женщины теперь слушают. Все мужчины вот так вот. Обучать пустоте или нет? Не возражаете? Не обвиняйте меня позже. Я очень быстро расскажу вам про пустоту, например, и с ручкой. И на этом закончится легкая часть. Дальше будет сложная и запутанная. Это традиционный способ обучения пустоте. 2,5 тысячи лет назад. Так обучали. Учитель задает вопрос. Вы должны отвечать и расслабьтесь. Давайте мне любой вопрос. Можете послать меня подальше. Готовы? Что это? Да, ручка. А что, если забежит маленькая собачка? Я делаю так. Что сделает собачка с этой вещью? Да, кусать начнет. Жевать. Следующий вопрос. Человек видит это как ручку. Что видит собака, когда смотрит на эту же вещь? Да, что-то жевательное. Следующий вопрос. Кто прав? Да, оба правы, нет проблем. Животные права. Права животных. Собака может наслаждаться, жуя эту вещь. Человек может писать. Нет проблем. Теперь, следующий вопрос. Если я положу вот эту вещь здесь, на сиденье, все люди выйдут. Все собаки выйдут. Все собачки выбегут. Все люди выйдут. Будет пустая комната, никого здесь нет. Вот в этот момент времени. Это ручка или жевательная игрушка? Что это? Да, ничего. Не нужно быть буддийским философом. Можно сказать, да ничего это. Не ручка. Не то, что можно пожевать. Это как бы ждет. Теперь. Кстати, вот это вакуйда, пустота. Забудьте все, что вы слышали до этого. Закройте глаза. Мысли приходят. Мысли уходят. Это не пустота. Если вы будете использовать вот эту теорию пустоты для того, чтобы создать алмазную компанию, вы навряд ли преуспеете. Это не пустота. Кто-то мне говорит, о, я знаю, что такое пустота. Это иллюзия. Ничто не реально. Когда я это слышу, я их бью сильно. Что ты делаешь? Ну, не переживай, а все, это нереально. Это все глупости. Это вам не поможет быть счастливыми в жизни. А вот это может вам помочь. Почему? Когда я возвращаюсь и сажусь вот здесь, и смотрю вот вниз, вот на эту вещь, Чем это становится? Ручкой. Когда я возвращаюсь, это меняется с пустоты и становится ручкой. И это доказательство, что это происходит из меня. Если передо мной сюда зайдет собачка, чем это станет? Это станет жевательной игрушкой. И можно задать вопрос друзьям. Ручка происходит вот таким образом или вот таким? От меня или от ручки? Каким образом? Мы об этом обычно не думаем, но если, Гешла, вот вы нас вот так спросите, то я смотрю на ручку и вижу, смотрю на эту вещь, и становится ручкой. Собачка забегает, смотрит на это, и становится жевательной игрушкой. Когда вы это формулируете вот таким образом, мне кажется, что должно быть, это происходит от меня. Но это не происходит от вас осознанно. Нельзя закрыть глаза и сказать, о, хочу, чтобы это стало превратилось в 100 долларов, эта ручка. Вау, 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 я не могу закрыть глаза. О, это происходит от меня. Я сейчас создам 100 долларов. Так не работает. Все в мире всегда чего-то хотят, но они этого не получают. Эта вещь пуста до того, как я зашел в комнату. Когда я захожу в комнату, семя, которое было посеяно в моем уме на прошлой неделе, раскрывается. И маленькая, это очень круто, причина, по которой нужно медитировать, это то, что однажды вы сможете увидеть напрямую, как это происходит. Маленькое семя раскрывается в вашем уме. Семя, которое вы посеяли на прошлой неделе. Маленькая картинка, ручки. Картинка сделана из света, выходит из вашего ума и делает это ручкой. И все во всем мире происходит от вас. Если это правда, то вы можете создать бизнес и алмазную компанию вообще без какого-либо опыта в бизнесе и без образования. Просто поймите, как посеять семя. Поэтому мне нужно обучить вас тому, как сеять семена. Скотт, готов? Кстати, это не программа с утра сердца. Еще. Это бизнес программа. Скотт дает мне 100 долларов. И я покажу вам, как посеять семя. Все в мире пусто. Все пусто. Все в мире... Это точно такое же, как ручка на сидении. Все пусто. И если вы посеете семя, когда это семя раскроется на следующей неделе, вы увидите ручку. Все работает таким образом. Поэтому если вы поймете, как посеять семя, то вы можете заработать 250 миллионов долларов. Это классно. Есть четыре шага, как посеять семя. Я вам покажу эти четыре шага, а потом начнем с утра сердца. Но, может быть, вы изучите с утра сердца до того, как вы начнете изучать с утра сердца. У меня есть 100 долларов. Я хочу заработать 1000. Я хочу инвестировать 100 долларов, чтобы заработать 1000. Мне нужно посеять семя в своем уме. В системе с утра сердца мне нужно посеять семя в своем сознании. Есть четыре шага того, как посеять семя. Кстати, мы недавно вернулись из Тайваня. 3000 человек пришли на лекцию. И я им сказал, включите телефон, запишите на телефон видео того, как сеять семена. Если вы не хотите заработать 250 миллионов долларов, то не обязательно записывайте. А если хотите, чтобы у вас была классная жизнь, то я рекомендую записать на телефон. Бесплатно. Это мое предложение. Если хотите работать всю жизнь и ничего не заработать, то тоже нормально. Я в этом не заинтересован. Четыре шага. Я превращаю 100 долларов в 1000 долларов. Первый шаг. Я тебе не даю 100 долларов. Какой шаг номер один? Решите, что вы хотите. Каждый раз, когда вы сеете семя, примите решение. Что вы хотите? Сегодня я хочу 1000 долларов. Или, может быть, вы хотите, чтобы ваш муж мыл посуду. Муж, я должны изучить эту систему, чтобы посеять семя, чтобы никогда не мыть посуду. Я обучаю в другом классе. Вы сможете посеять более мощные семена, чем семена вашей жены. Итак, шаг номер один. Это может быть, например, хочу быть здоровым или хочу заниматься балетом, когда мне 65. Или, может быть, я хочу, чтобы у меня было спокойное сознание. От вас зависит. Вы решайте. Сегодня я хочу заработать 1000 долларов. Первый шаг. Решите, какая у вас цель. Второй шаг. Вам нужно найти кармического партнера. Вам нужно найти того, кто хочет чего-то похожего. Геша Майкл идет в аудиторию, просит ее встать. Скажите, как вас зовут? Вероника. 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 Ну, почти Вероника. Вероника. Мне кажется, она будет моим кармическим партнером. Второй шаг. И я спрашиваю Вероника. И я спрашиваю Вероника. Сегодня хотели бы вы заработать 100 долларов. Да, она говорит, ну да, нормально. Теперь я рад, что она хочет деньги. Я нашел своего кармического партнера. Кстати, это не демонстрация. Это реально. В течение следующей недели я получу 1000 долларов. Пока я делаю это, провожу эту демонстрацию каждый вечер, мне это нужно делать. У меня много счетов. Итак, второй шаг. Я нашел кармического партнера. Третий шаг. Я спрашиваю Вероника. Вот, сделать, поднять вот так руку. Третий шаг. Это когда вы реально сажаете семя. Готовы? Один. Листа. Листа. Uno. Дос. Трес. Раз, два, три. Закрываем ее руку. И отпускаем. Когда я отпускаю, я вижу, как моя рука открывается. И вот эта картинка того, как моя рука открывается, она проходит в мои глаза. И проходит через глаза. Как через окна. И это касается моего сознания. И оставляет отпечаток на моем сознании. И в течение трех-четырех часов вот этот отпечаток станет семенем в подсознании. Когда это семя раскроется, у меня будет тысяча долларов. Они ко мне придут. Потому что вы знаете на примере семян дерева все деревья больше, чем семена. Семя — это сто долларов. И тысяча долларов мне вернется. Теперь. Гешла, ну, звучит очень по-духовному. Звучит вдохновляюще. Но. На самом деле в уме вы сомневаетесь. Гешла, но моя мама давала деньги стольким людям, помогала. Она не заработала 250 миллионов долларов. Да. Вы знаете, в чем проблема? Ваша мама не знала шаг номер четыре. Что это? Если вы сеете семя с веронисы, возможно, это займет сто лет для семени, чтобы раскрыться. Да, нужно полить это семя. А что такое полить семя? Это четвертый шаг. Нью-Йорк Таймс меня спросили, в чем ваш секрет? Я говорю, шаг номер четыре. Они говорят, покажите нам ваш четвертый шаг. Я вам покажу четвертый шаг. Готовы? Это четвертый шаг. Перед тем, как я лягу спать сегодня вечером, мне нужно подумать о веронисе. И мне нужно подумать о семени. И я скажу, я так рад, что я сделал веронис счастливой. Я так рад, что я дал ей что-то. А потом ложитесь в кровать и засыпайте. Всю ночь эта вода будет поливать это семя. Когда вы радуетесь, что вы сделали что-то хорошее, по отношению к другому человеку, это поливает ваше семя. Если я сплю восемь часов, то это будет восемь часов поливания моего семени. И это раскроется на следующей неделе. И тысяча долларов придет ко мне. Это то, как я живу, это то, как я зарабатываю, помогаю другим людям. Хорошо, выключайте телефон. Теперь мы начнем с утра сердца. И если вы это поймете, ваша жизнь станет невероятной. Вы будете супер счастливыми. Если вы это не поймете, то вы будете работать всю жизнь. Может быть, заработаете какие-то деньги, может быть, нет. От вас зависит. Хорошо? Таким же образом можно заставить мужа мыть посуду, но вы можете спросить Альду как подробности. Хорошо. Я возвращаюсь обратно к сутре. А теперь я начну обучать сутре. И мы идем глубже. Это учение, это не мнение Геша Майкла. Это реально. Это учение дано лордам Будды. Давайте перейдем уже к источникам всего этого учения про ручку и собаку. Давайте уже получим реальное учение. И я такую программу провожу в течение шести дней. Сегодня день второй. Итак. Мы цитировали другую сутру, которая называется «Сутра Аргаранчика Алмаза». И Будда говорит с одним из своих учеников. И он говорит, если ты приготовишь кофе и предложишь Будде, то ты заработаешь хорошую карму. И студент говорит, ну да, конечно. Это как подать кофе по попу или Далай-Ламе. «Конечно, вы много хорошей кармы создадите». И тогда Будда задает вопрос своему студенту. «Если ты подашь кофе тысячи Будды, это хорошая карма?» Да, конечно, в тысячу раз больше. Тогда Будда спрашивает своего студента, «Сколько планет вообще в нашей галактике?» Студент отвечает, ну, в нашей духовной книге говорится, в нашей ближайшем окружении миллион планет. Тогда Будда говорит, ну, предположим, что ты покроешь все эти планеты алмазами и преподнесете это все Будде. «Это хорошая карма?» «Вау, ну да, конечно». Тогда Будда говорит, «Если ты послушаешь учение про ручку, и в своем сознании...» Предположим, сегодня вы пришли первый раз на такое учение. И этот человек на сцене дает какое-то странное учение. Самая лучшая вещь, это он раздает 100 долларов. И в своем уме вы, как бы, думаете, ну, не знаю, может, он сумасшедший, как бы, культ какой-то. Выглядит странным. Проверьте у себя на телефоне, «Jewelry.com». Одно только это имя стоило 20 миллионов долларов. 21 миллион долларов. Мы владеем этим названием. И в вашем уме возникают какие-то сомнения. Проверьте на телефоне. «Jewelry.com». Мы владеем этим сайтом. Это самый известный веб-сайт в мире. «Не верю, дайте мне проверить». А, ну да. Действительно, они владеют этим. Ну, может, он не такой уж и сумасшедший, этот человек. Или, может, наполовину сумасшедший. Вот в этот сайт. В своем сознании, сегодня, если вы подумаете, хотя бы один раз сегодня, может быть, этот человек прав. в сутре сердца. Будда сказал, человек, который хотя бы раз в своем уме подумал, может быть, этот человек не сумасшедший. Этот человек создает больше хорошей кармы, чем, чем если бы он покрыл миллионы планет алмазами и преподнес это все Будде. Круто. Я отдал 100 долларов. Просто думая о том, что я сегодня говорю, вы уже создали миллиарды долларов. И не просто, что вы говорите, он прав. Даже если вы хотя бы, у вас появляется небольшое сомнение в уме. Либо все экономисты во всем мире неправы, либо этот парень сумасшедший. Может быть, он действительно в чем-то прав. Вот хотя бы столько сомнений. Это намного большая карма, чем предложить Будде миллиарды планет, покрытых алмазами. Понимаете? А теперь мы перейдем к сутре сердца. И к объяснению сутры сердца. Этому объяснению 350 лет. Если этот человек создал больше кармы, может быть, что эти люди были виноваты. Если этот человек создал больше кармы, просто думая об этом, то, может быть, он не сумасшедший. Если вы подумаете, что вместо этого... О, этот парень действительно прав, он что-то делает классное. Это еще намного более мощная карма. Сомнение – это мощная карма. Решение, что это круто, это еще более мощная карма. И если они еще переведут книгу на испанский, миллиарды в миллиарды раз карма больше. Они работают в машине, по дороге в аэропорт, переводят как «сумасшедшие». Мы называем кармические свиньи. Он крадет всю хорошую карму в этой комнате. Он не делится со всеми. Я, по крайней мере, деньги раздаю. Они с Эмельдой говорят, «Мы хотим всю карму. Мы переведем эту книгу сами». Они съедают больше хорошей кармы, чем тот человек, у которого сомнения только. И кто-то, например, как Альдо, это супер кармическая свинья. Кешла, я не буду переводить. Я буду это преподавать другим людям три дня в неделю. Он создает еще больше кармы, чем Альхандро. Этот человек выглядит очень тихим, вежливым. На самом деле, он супер кармическая свинья. Собирает всю хорошую карму. Невероятно. Будда говорит, что каждая последующая карма намного больше, чем предыдущая. Где мой человеческий словарь? Что такое флюпо? 50 долларов. Даю, что ты не знаешь, что такое флюпо. Шоу-по. 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 Все, проиграл. Я боялся, что ты узнаешь. Мы живем в большой иллюзии. Мы все живем в большой иллюзии. Вы думаете, что чтобы заставить своего мужа мыть посуду, есть только два метода. Мы называем насилие или игнор. Что такое насилие? Ваш муж не моет посуду. Ты знаешь, я не знаю, что я не думаю, что мне захочется завтра готовить. Я устала, ищу всю посуду мыть. Понимаешь, что я имею в виду? Завтра? Это называется насильственный метод. А что такое метод игнор? После ужина вы идете в кровать. Муж хочет заниматься любовью. Заниматься сексом. А вы так... Я так устала. Мыла посуду весь вечер. Ну, может быть, завтра я не буду такой уставшей. Понимаете? Это называется игнор. Это два способа заставить мужа мыть посуду. Вопрос. Всегда ли это работает? Нет, не всегда работает. Он говорит, ну, я пойду тогда куплю пиццу. Официантка тоже симпатичная. Иногда эти методы не работают. Но четыре шага работают всегда. Всегда зарабатываете деньги. Муж всегда моет посуду. Он здесь говорит... Кстати, жить в мире, где единственный способ заставить мужа кооперировать, сотрудничать, это насилие или игнор, чтобы жить вот такой жизнью. И мы говорим, что это страдание. Мы говорим, что это боль. Не знать, останется он с вами или уйдет от вас, если вы с ним будете так разговаривать. И это страдание. И мы живем в этом мире, где мы не понимаем о пустоте. Мы не понимаем о четырех шагах. Поэтому мы работаем, 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 но мы не знаем, преуспеем ли мы. Вы живете в мире. Мир – это как вот этот тент. И все в этом тенте хотят быть счастливыми. И некоторые люди пробуют метод насилия, некоторые пробуют метод игнора. Но это все неправильно. Вся жизнь, может быть, сработает, может быть, нет. Но если вы поймете пустоту, шулпо означает, вы разрываете эту боль жизни наполовину. Вы рвете. Ваш старый способ зарабатывания денег сегодня, мы его чуть-чуть разорвали. И немножко сомнений закрадываются в ваше сознание. Может быть, все зарабатывают деньги неправильным способом. Этот человек заработал четверть миллиона новым способом. И вот эта мысль в вашем сознании, шулпо означает, что это рвет ваш старый образ жизни. И сегодня вы, ваше семя, посеяно в вашем уме, что даже если вы не хотите... Вы... Вы... Семя посеяно, вы создали большую ошибку. Вы пришли на это учение. Случайно... Случайно вы посеяли... Получили жука в голову. Может, это займет неделю, а может быть, 10 лет. Но до конца своей жизни вы будете думать, может быть, тот человек был прав. Это достаточно, чтобы порвать, разорвать ваш старый образ жизни. Что такое старая жизнь? Что такое старая бизнес-модель? Это попробовать отобрать у других. Быстрее. Умнее. Будьте еще более суровыми. Заберите то, что вам нужно. Чай... Какая... Какая страна это все начала? Называется страна Америка. Давайте конкурировать. Конкурировать. Вся жизнь это как чемпионат мира. Самые суровые ребята, они номер один. А те, кто не такие суровые, они все теряют. Давайте соревноваться. Кто сильнее? Какая страна получит больше ресурсов? Вот эта система с Веронисой, это противоположная. Служить другим людям. Сделайте других людей счастливыми. Посейте семя в своем уме. Не, не, не забудьте полить семя водой. Когда вы ляжете спать, о чем мы обычно думаем, когда ложимся спать? О, мой муж меня называл глупой. И у нас недостаточно денег. Мне кажется, что-то не так с моим ребенком. Мне кажется, мой сын курит. Мне кажется, для каждого из нас, когда мы ложимся в кровать, это время беспокойств. И в этой системе вам это нужно изменить. Ложитесь в кровать. Ваш ум начинает думать. Моя жена мне сказала что-то плохое. Ваш ум как плохая собака. Хочет думать о плохих вещах. Моя жена что-то мне сказала. Тогда вам нужно быть мачо. Нужно уметь разговаривать со своим умом. О, моя жена мне что-то сказала плохое. Заткнись. Да, но мне кажется, что мои дети курят. Заткнись. Да, но у нас недостаточно денег. Заткнись. Подумаешь об этом утром. Утром всегда все лучше. Не думайте об этих плохих вещах вечером. Вы уставшие. Именно поэтому вы ложитесь в кровать. И ум уставший, когда вы идете спать. Не принимайте никаких решений по поводу детей, мужа или работы вечером. Решите утром. Всегда лучше за завтраком. Последняя мысль перед тем, как вы заснете, должна быть о чем-то хорошем, что вы сделали по отношению к другому человеку. И тогда всю ночь семя поливается. Если вы делаете это в течение недели, я получу тысячу долларов. И мои друзья знают, что деньги просто приходят ко мне. У нас с деньгами война. Я пытаюсь деньги со своего аккаунта раздать другим, а они пытаются ко мне обратно запрыгнуть. Деньги выигрывают, понимаете? Круто. Хорошо. Если вы это поймете, то вы разорвали свою старую жизнь. И вы на пути выхода из этой жизни конкуренции. И вы находитесь на пути выхода из этой жизни, где вы не знаете, что произойдет завтра. Не ждите, чтобы узнать, что будет в следующем году. Посейте семена. Вы можете создать 2019 год. Спроектировать это. Все находится в ваших руках. Не ждите вот так вот. О, может быть, у меня будет плохой год, а может, у меня будет хороший год. Это старый способ мышления. Просто решите, я посею хорошие семена. Я хочу, чтобы у меня был хороший год 2019. А, еще у меня цель, чтобы в 2019 году мой муж мыл посуду. И не сидите и просто ждите, что произойдет в следующем году. Создайте это. Посейте семена. Те из нас, кто это так делают уже, это очень классно. Вещи просто происходят, приходят к нам. Не сходите с ума по этой старой системе. У нас осталось 9 минут. Поэтому расслабьтесь. Мы только что закончили обзор занятия, прошлого занятия, предыдущего. И это цитата из... И это цитата студента Нагарджуны Ария Девы. И он говорит, люди, которые пришли на это занятие, без какой-либо хорошей кармы. У них не будет достаточно кармы, чтобы иметь даже сомнения по поводу того, что я говорю. Их ум уже в холодильнике у них дома. Вероника, какие у нас закуски сегодня? Если вы пришли вот на это занятие, без хорошей кармы, то вы думаете о том, что будет на ужин. Если вы пришли на это занятие с хорошей кармой... Вот так вот. Черт, а что, если этот человек прав? Может быть, я действительно смогу купить тот дом, который я хочу купить? Может быть. Если вы думаете, хотя бы, может быть, то вы разрываете старую жизнь на части. Хорошо. В буддизме есть традиция, что вы никогда не останавливаетесь в конце. Вы всегда делаете немножко больше из следующего занятия. Это все равно то, что мы должны были сегодня проходить. Пять минут мы... Я вам расскажу что-то из занятия завтра. Я на втором чтении. Ланг-ши означает, как Будда преподавал эту сутру. Сколько ему было лет? Где это было? Кто там сидел? Что там происходило? Что там происходило? Четыре части составляют то, что происходило во время обучения этой сутры. Где он был? Кто был с ним? Кто такой он сам? И какой год был? В какие времена это происходило? И тогда мы начинаем саму сутру. Эвам майя шутам. Это эвам? Эвам майя шутам. Нам повезло, потому что у нас есть оригинальный санскрит этой сутры. Я это поместил в вашу книгу. Эвам майя шутам означает на санскрите. Я слышал это учение. Во времена буддизма не было бумаги. Во времена будды и студенты пытались слушать очень внимательно. Потом шли домой. Срывали пальмовый лист. очищали его. Брали иголку. И вырисовывали иголкой слова на этом листе. А потом брали тушь и втирали в то, что они выцарапали с помощью иголки. Поэтому все записи того, чему обучал Будда, они были сделаны дома его студентами. Вырезаны иголкой на пальмовых листьях. Есть традиция, что в начале сутры вы говорите, вот я слышал вот это. Если вы прочитаете госпес, синопс, например, Люка, Матио и Марк. Нет, Джон. Джон не был синоптиком. Вот эти три, они должны вроде как одну и ту же историю рассказывать. И это невероятно, что они слышали разные вещи. Илай Ламаса Вахтани. Илай Ламаса Вахтани. О, Боже, за что ты меня покинул здесь? Я забыл, кто это. По-моему, Марк сказал. Матио, я отдаю тебе свою душу. Слышал. Эбба Майя Шрютам. Это то, что я слышал. Каждый студент слышит что-то разное. В христианстве и в буддизме то же самое. Если каждый из вас сегодня домой пойдет и будет выцарапать на палевом листе то, что вы запомнили из этого учения, я думаю, что будет 150 различных заметок. Конечно, это жизнь. Каждый слышит что-то разное. Еще пять минут, две минуты. Что означает, что я слышал это однажды? Это означает «сутра сердца». Я слышал это. Я слышал вот это. Я слышал, это означает, что... Я не просто передаю чьи-то слова. Я был там. Я был в этом тенте, где эти учения происходили. Я был тем вечером, когда Верониса получила 100 долларов. Эва Майя Шритам. Я слышал это лично. Почему он говорит «я слышал это однажды»? Однажды. Почему он говорит «однажды»? У этого есть два значения. Для тех из вас, кто изучает буддизм, каждая сутра начинается всегда так. Это то, что я слышал однажды. Однажды у этого есть несколько значений. Это может означать, однажды в моей жизни я там был, и я это слышал. Я там был, однажды я это слышал. Но у этого есть еще другое значение. Мистер Ник, мистер Человеческий Словарь. Хотите попробовать догадаться? Есть традиционное объяснение. Это означает... Почти что сказал плохое слово, но мой босс здесь. Вы невероятно удачливы, если услышали это хотя бы один раз в жизни. Чтобы быть там, когда Иисус давал учение, должна быть у вас какая-то невероятно хорошая карма. Чтобы быть там, где Будда давал учение, должно быть у вас невероятно хорошая карма. Поэтому, когда он говорит «Эвам», однажды я это слышал, это означает, что мне действительно повезло быть там однажды. Круто, классно. Последняя вещь. Кто-то меня назвал сеньор Ультима Коза. Обычно у меня пять или шесть этих Ультима Коза. Это означает, что в те времена традиция была такая, что студенты запоминали наизусть все учение, которое было дано. Все учение, которое было дано. В монастыре мы должны все были это учить наизусть. У человеческого сознания есть такая способность запоминать наизусть. Если вы много медитируете, то можете запоминать наизусть учение в то время, когда оно вам дано. А потом бежите домой. Даже не идете в туалет. Берете пальмовый лист и быстро записывается. Одна из причин, почему сутра началась с этих слов, это то, что я это слышал. Это чтобы указать, сделать акцент на качестве студентов. В древние времена у них не было интернета. У них не было айфона. У них не было ютуба. У них была вещь, которая называется ум. И эта вещь записывала намного лучше. Потому что они это постоянно использовали. И вы можете научиться запоминать наизусть. Когда сутра начинается со слов «я слышал это однажды», это означает, что любой человек, любой человек, который находился в комнате, где было дано это учение, у него экстраординарная, невероятно хорошая карма. Даже если вы просто пришли сегодня вечером, это знак того, что у вас невероятно хорошая карма. Вы не обычный человек. Круто. Хорошо. Сусанна? Сусанна? Берта. Ты не уверен? Нет. Хорошо, Сусанна, Сусанна. Сусанна, Сусанна, Сусанна. Продолжение следует... Спасибо большое, что пришли. Спасибо за этот прекрасный город Гвадалахара.